Destiny 2 умирает, и это нормально. Этим роликом я не хочу просто в очередной раз присоединиться ко всеобщей истерии. Сами знаете, как часто игроки склонны были хоронить игру, но я лишь выскажу личное мнение, наблюдение, и постараюсь объяснить через него, почему эта, теперь уже не пространная, а имеющая под собой вполне конкретные опасения фраза, имеет за собой ожидаемые и вполне логичные процессы. Спонсор сегодняшнего видео проверенный сервис Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам в Destiny 2, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленным функциям сервиса больше нет необходимости передавать свои данные, сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется все больше и больше, а цены становятся только доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe, мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы, проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Сейчас из каждого видоса авторы контента говорят о том, в каком плачевном состоянии игра. Игроки трубят о том, что банджи забили на игру и на сообщество, и кажется, что так плохо не было никогда. Читеры остаются безнаказанными на фоне регулярных выигранных судов над разработчиками запрещенного софта. Серверы отваливаются просто уже почти каждый день с каждой профой. Матчмейкинг отключается или работает в каком-то хаотичном режиме. Монетизация игры, одна из излюбленных греченных тем последних недель в сообществе, становится все более похожа на монетизацию мобильных игр, в которых ты покупаешь контент бандлами, не с круглой суммой и так далее. А платить просят уже и за отдельные активности. Даже сюжет игры тоже больше не оправдывает надежд. Конец света был ужасным с этой точки зрения. Это просто какой-то сэндвич из того, что нарезали из контента предполагавшегося до финальной формы. А в платных сезонах нам показывают катсцены и дают квесты, которые стопроцентно должны были войти в само дополнение. Все больше сотрудников студии переходят в новый проект, в марафон. И да, Destiny 2 остается за бортом. Странно спорить с тем, что над игрой больше не работают так, как мы привыкли. И я уверен, что и не будут. И нам стоит скорректировать отношения на этот счет. Игре вот-вот уже исполнится 10 лет. У нее преданная фан-база. Она приносит большую выручку и прибыль студии, на которую нанимаются новые кадры и пилится новая игра. Точнее, даже не одна, если верить документам, обнародованным в суде компании Microsoft. Но поддерживать контентом Destiny 2 никто больше не будет так, как мы к тому привыкли. Не будет новых отвергнутых или The Taken King. Потому что и так работает, и так играют, и так будут платить и фармить. И никто не в силах на это повлиять. Никакие бойкоты, призывы уйти из игры. Потому что никто не готов будет бросать огромные ресурсы на то, чтобы оживить мертвеца. Игроки тяжело переживают негативные изменения в игре. Но продолжают выбивать то, что они выбивали, и платить за то, за что уже платили. И я это все равно тоже принимаю. Если при этом вы довольны и наслаждаетесь временем, проведенным в игре, никто не имеет права вас осуждать и говорить, что вы просто жрете, что попало. И потому вот игра в таком состоянии. Это началось не вчера и не год назад. Те, кто хотели сойти с поезда, сошли. И я ничуть не хочу этим видео осуждать студию Банжи. Я люблю то, что они создают. Я ценю труд этих людей. И я понимаю, что это дело их жизни. Более того, я на 100% уверен, что я буду играть в следующую их игру. И я в нее уже верю. Марафон сейчас принято в Destiny сообществе немножко так пинать. Мол, из-за него все беды в Destiny. Но я фанбой их вселенных. Что сказать? Ну, просто именно по части Destiny 2 я все формулирую именно так, как выглядит обложка и название этого видео. И мне с этим абсолютно ок. Конечно, больно, но я уже, кажется, смирился. То, что студия фокусирует все свои силы на работе над новым проектом и внимание с уже работающей игры со стабильной прибылью и базой игроков смещается, это нормально. Было бы гораздо хуже, если бы текущее положение Destiny 2 было таковым без всякой работы над другими играми. Именно поэтому нельзя было откладывать анонс-марафон, потому что уже нет сил скрывать, на что идут ресурсы студии. А так, это простой процесс. Если приводить какие-то супергрубые примеры, Apple не будет постоянно поддерживать софт на старых моделях iPhone. А игры PlayStation не станут выходить на прошлом поколении, просто потому что там почти что равное количество игроков в сравнении с текущим поколением консолей. Просто мы с вами, фанаты Destiny, с тысячей наигранных часов сидим в другой лодке. И у нас с вами одна обычная, понятная и справедливая обида. Горько от этого. Как и тысячам других игроков, мне больно осознавать, что игра подходит к своему десятилетию в таком плачевном состоянии. Мы, конечно, натренированы тем, что у игры были взлёты и падения. У каждого из нас есть друзья, которые ливнули из игры на разных отрезках времени, и которым приходилось объяснять и оправдываться, почему мы всё ещё в неё играем. Играли, потому что нравилось, и правильно делали. Но сейчас многие изменили и перестроили отношения к игре. Бывшие фармилы и хардкорные игроки заходят в игру на пару часов и ждут следующих обновлений. Под моим крайним разговорным видосом десятки таких историй набралось. Так что да, подчеркну очевидное, весь этот пожар на YouTube, Reddit и Twitter, они... это всё просто от боли и обиды. Авторам контента, чьи каналы полностью заточены на Destiny, страшно от того, как они перенесут перестройку форматов. Для большинства это кормящая семью работа. И я прекрасно понимаю этот страх и желаю каждому автору максимально комфортного перехода на новый контент. Потому что... потому что сам это переживал. У меня просто ситуация совсем другая. Во-первых, YouTube всегда был моим хобби после основной работы. А во-вторых, потому что монетизации каналы лишился давно, и это развязало мне руки ещё до того, как всё полетело в тартарары. И как бы нам больно не было от того, что финальное-нефинальное дополнение, финальная форма мы встречаем не с ощущением чего-то грандиозного, как будто бы это Мститель Финал. А с ощущением, блин, скорее бы это закончилось, или, блин, мне страшно, что там будет после, это всё же происходит. И чем скорее мы это осознаем и свыкнемся с этим, тем будет нам же проще. Игр, которые на протяжении такого количества лет держат столь высокую планку, которые соответствуют проекты Банжи, просто единицы. И они редко выживают только благодаря преданной фанбазе. Всё же чаще успех обеспечен чётким планом разработки, которого у Destiny 1 не было, и который постоянно менялся у Destiny 2. Чаще всего успешные сервисы — это сессионные игры, и те, которые не наказывают игрока за пропущенный сезон или контент. Как я уже говорил, сейчас много играю в Fortnite, и то, что я не играл в неё 7 лет до этого, не помешали мне влиться в неё. Я поиграл сезон, купил сезонник, текущий мне не понравился, и я играю без него, и не теряю абсолютно ничего. То же самое было в Apex, в Overwatch, и... так много в каких крупнейших играх. Но такого, к сожалению, не может позволить себе Destiny. Из-за жанра, из-за ресурса компании, из-за того, что здесь огромный глобальный сюжет и мощный лор, из-за технических внутриков, из-за ситуации, меняем издателя каждые 2-3 года, наконец. Потому что игра была запущена одной, с одной идеей, а затем её начали переставлять на ходу на другие рельсы, начиная с бесплатной версии и заканчивая злосчастным хранилищем контента. И ещё раз, это нормально. Не все игры делаются по одним лекалам. Нет формулы, как делать игры хорошо, которую бы Банжи умышленно игнорировали на своём ключевом проекте. При том, что даже сейчас нельзя сказать, что Destiny 2 плохая игра. Она просто стала другой, а мы требуем вернуть, как было. Новым игрокам сейчас тяжело войти в проект, да, и я это постарался наглядно показать вот в этом видео. Старые игроки пыжатся от недовольства, но играют. И лишь вопрос времени, когда игру смогут отполировать, сгладить все шероховатости, с которыми сталкиваются новые игроки, и опустить тем самым порог входа, для того, чтобы база игроков держалась плюс-минус гармонично. У меня есть одно ожидание от августовской презентации студии Банжи, о котором пока никто не говорил, насколько я могу судить. Я готовлюсь к тому, что Банжи объявят о том, что Destiny 2 станет Destiny. Уберут двойку из названия, подкрутят контент из первой части, вытащат, может быть, что-нибудь из хранилища, перетасуют платные дополнения, сократив количество изданий и наведя порядок в платном контенте, в общем-то, и таким образом повторят трюк Blizzard с их Overwatch 2, превратившийся просто в Overwatch, и трюк Activision. Мерзкие это шаги, абсолютно точно да, но не осуждайте игроков, как говорится, осуждайте игру. Это разговор про индустрию, про жанры, про рынок, но не про частные решения отдельных студий разработчиков. Потому в тизере финальной формы задники и музыка из первой части. Возможно, а возможно, это просто у меня разыгралась фантазия и SPGS. Но, как говорится, запомните этот твит. Это очень вероятный сценарий, если мы посмотрим, опять же, на рынок, собрать все куски разрозненной вселенной в один продукт и оставить его на поддержке сродни той, на которой сейчас находится Destiny 1, включая разве что сезонные ивенты и, может быть, сезонные сюжетные, минорные. Подправят ранги стражей, основываясь на фидбэке игроков, почистят вступительные гайды для новичков, фиксанут основные, в общем-то, системы жизни игры, так, чтобы они работали, как часы. И все, в путь к новым проектам. И отчасти даже то, что марафон будет в жанре экстракшн-шутер, очень логичный шаг. Игра сейчас получает то, чего мы давно просили для Destiny 2, например, выделенные серверы. Даже судебные тяжбы против разработчиков читер-софта, я уверен, тоже работают на марафон и его будущее, нежели на Destiny. Я, конечно, не знаю наверняка, но просто опираясь на жанровость и опыт респаун или эпиков, кажется, что марафон больше подходит на модель поддержки, которую банджи готовы тянуть, заявляя, что марафон станет идеальной игрой-сервисом. А так говорится, почти наверняка так и будет. Почти наверняка игра будет давать студии достаточно пространства для того, чтобы удобно с ней работать. Там не будет сюжетки и ПВЕ, которая всегда требует больше внимания, мир и сюжет, который строят сами игроки. Наверняка будет сезонный пропуск и магазин скинов обеспечат стабильные серверы и пинг, чтобы не повторять ошибок с горнила. Заранее заручаются поддержкой античит-процессов и судят разработчиков. Ну что может пойти не так. А Destiny 2? Ну, красивого закрытия может и не быть. Обидно? Повторюсь, да, очень. Я не говорю, что это нормально со смыслом, что так и надо обращаться с фан-базой и с проектом. Нет. Но это нормально как процесс. Просто мы столкнулись с ним так вот неожиданно для нас, вместе с заявлениями о том, что у Банджи большие планы на серию, что это не финал Destiny, и как следствие мы ожидали гораздо большего внимания к игре, а получили то, что получили. Возможно, всё, что я тут наговорил, окажется неправдой, и через год игра будет как Феникс сиять, матряхивая пепел с крыльев, и я был бы счастлив ошибаться. Я люблю эту игру и благодарен ей за очень многое. Но если такого позитивного сценария не случится, я просто хочу, чтобы мы были готовы и не опускались в нытье, осуждение и ненависть к игрокам и к разработчикам. Пишите в комментариях, что думаете об этом, о том, что Destiny 2 может стать просто Destiny, о том, насколько большие и правда грандиозные планы на серию в целом у Банжи будем обсуждать. Спасибо за просмотр.